Девушки отдыхают В телевыпуск новостей в студии Анастасия Маслова. Вот главные темы. Жизнь без алкоголя. В Туве отметили Всероссийский день трезвости. Фестиваль хлеба, дары осени и праздничный фейерверк. 103-й день рождения Кызыла. Как это было? Скрыться не получилось. Сотрудник регионального управления службы судебных приставов задержал пьяного водителя, который сбил женщину и ребенка. Об этом и не только подробнее. 11 сентября. Эта дата знаменована как Всероссийский день трезвости. Сегодня проблема алкоголизации. Население остается наболевшей. Более того, по словам тувинских врачей-наркологов, в республике идет рост женского алкоголизма. Во Всероссийский день трезвости на улицах Кызыла медики рассказывали о пагубном влиянии алкоголя на организм и проводили консультации. О том, как в Туве борются с пагубной привычкой, расскажет Юлия Артина. Это кадры рейда общественного движения «Чону Молдеры». Компания молодых людей-девушек распивает алкоголь в общественных местах. Под камеры активистов попадают также и недобросовестные предприниматели, которые нарушают закон о торговле спиртным. А вот будний день. Центр Кызыла полдень. Несмотря на это по арбату ходят шатающиеся люди, а некоторые сидят на лавочках в ожидании очередной порции горячительного. Сергей Мангуш, активист движения «Чону Молдеры», говорит, что на улице Кызыла и развлекательных заведениях все чаще можно увидеть в нетрезвом виде именно девушек. Проблема возникла из-за чего? Из-за того, что молодые люди в нетрезвом виде начинают драки, некоторые попадают на зону, некоторые погибают. Или по вине пьяного водителя много кто погибает тоже. И поэтому у нас неравномерное соотношение женского населения и мужского населения. Из-за того, что нет у нас парней, женщины из-за одиночества начинают приобщаться к алкоголю. То есть с подружками собрались и начинают убивать. А что им делать, если семьи нет? О росте женского алкоголизма нам рассказала Ирина Бадыргы, главный врач Реснаркодиспансера ТУ. Сегодня в учреждении на лечении находятся около 4000 человек, где 1900 – это алкозависимые женщины. В последние годы мы неоднократно говорим о том, что женский алкоголизм, к сожалению, у нас увеличивается. Это очень прискорбный факт. И в этом отношении мы стараемся все-таки в своих выездах в районы, все-таки операцию уже на контингент более женского населения. Плотно работаем с органами опеки, социальными службами. В честь Дня трезвости в Национальном парке ТУВ прошла открытая площадка. Здесь врачи регионального центра медпрофилактики, республиканского спидцентра и Реснаркодиспансеры давали консультации, советы и рекомендации по избавлению от зависимости. Ведь зачастую больные люди проблему не признают. Как говорит психолог республиканского центра медпрофилактики Чагамада Пай, если человек прикладывается к бутылке больше двух раз в месяц, то это уже зависимость, а там до алкоголизма рукой подать. Один признак человека, который имеет пристрастие к спиртным напиткам, это тогда, когда стрессовая ситуация возникает. То есть какая-нибудь авральная ситуация, он идет за решением проблемы для того, чтобы снизить уровень тревоги и понизить уровень стресса. Он идет к бутылке и в компании друзей или же один выпивает, чтобы снизить тревогу. Потому что здоровье для человека самая главная ценность. В рамках Дня трезвости в Кызыле открыли территорию, свободную от алкоголя, в частности молодежный сквер теперь символизирует зону трезвости. Территория здорового образа жизни. Ну и конечно я не говорю о каких-то ужасных вещах типа наркотики. Нет, мы с вами тува, устремленная в будущее. Кызыл, который смотрит только вперед. Ребята, с территорией здорового образа жизни. Ура! Как говорят организаторы мероприятия, зона трезвости не просто так появилась в молодежном сквере. Здоровая и свободная от алкоголя молодежь – это здоровое и светлое будущее. Так в честь Дня трезвости по всей республике запрещена продажа алкогольной продукции. Юлия Артенея, РС Ховалых, телекомпания «Новый век». А в минувшие выходные горожане и гости столицы Тувы отметили день рождения Кызыла. В этом году городу исполнилось 103 года. Праздник получился масштабным. В городе работали многочисленные площадки. Самые масштабные были в центре. Ярмарка учебных заведений «Дары осени», фестиваль хлеба и традиционный парад трудовых коллективов собрали на площади Ората сотни козылчан. Была там и наша съемочная группа. Главная площадь столицы стала местом массовых гуляний. С самого утра на площади Ората собрались участники площадок «Дары осени» и фестиваля хлеба. Практически все учебные заведения города продемонстрировали работу своих воспитанников на ярмарке «Дары осени». Педагоги в сказочных костюмах поздравляли жителей и гостей столицы с днем рождения Кызыла. Замечательный день, ясная погода, столько много народу, настроение во, здорово! Я всех жителей нашего города поздравляю с днем рождения! Желаю всем хорошего, отличного настроения! Сейчас будет шествие. От всей души, конечно, хочется поздравить жителей города с замечательным праздником. И желаем нашему городу процветания, самое главное, процветания, радости и успеха всем его жителям. Пара творчества от горожан продолжился фестивалем хлеба, где кондитеры Кызыла знакомили гостей с разнообразными мучными изделиями и традиционными видами хлеба. Все желающие смогли попробовать хлеб, выпеченный в классической печи по старинным рецептам, а также проследить и сравнить, как менялись рецептура и вкус людей на протяжении веков. А поздравления в адрес столицы Тувы не прекращались и на этой площадке. Детский сад номер 40 поздравляет с днем города! Кроме того, гостей и жителей Кызыла ждал традиционный костюмированный парад с участием лучших коллективов города. Шествие возглавила городская мере. За ними шли сотрудники парламента республики. И все живу! Честно работаю! Город люблю! Ура! В костюмах знаменитого мультфильма «Маша и Медведь» зрители поздравили сотрудники Кызыльского ТЭЦ и агентство по делам семьи и детей. За ними с лозунгом «Все профессии нужны, все профессии важны» прошлись и работники банно-прачечного комбината. В национальных костюмах горожан поздравила колонна перинатального центра. Но самыми яркими участниками парада стали воспитанники детской хореографической школы Кызыла. Следующим видом хореографическое творчество. Программа ранее эстетического развития. При школе созданы следующие ансамбли. Это балет «Алантос». Праздничные мероприятия в честь Дня города продолжились различными тематическими площадками. А завершился праздник красочным фейерверком. Чинчисамугар из Холлу для компании «Новый век». В честь Дня рождения Кызыла в мэрии города наградили благодарственными письмами и почетными грамотами инициативных кызылчан с активной гражданской позиции. Отметили работников различных муниципальных учреждений, предпринимателей, сотрудников сферы здравоохранения. Подробнее Диана Баян-Багус. За высокий профессионализм, добросовестный и плодотворный труд в системе органов самоуправления Кызыла благодарственными письмами мэрии столицы отметили 19 представителей различных муниципальных учреждений. Среди награжденных – бухгалтеры, электросфальщики, специалисты, уборщики территорий и рабочие, водители и инженеры. Почетную грамоту мэрии Кызыла получили 8 представителей муниципалитета. Письмо мэрии города Кызыла Монгуш Аченна Пениаминовича, членом Доброгорно-народного движения Енисей города Кызыла. За активную спонсорскую помощь и плодотворное сотрудничество в организации празднований Дня города и содействие в благоустройстве молодежного парка благодарственными письмами были награждены и предприниматели Кызыла. К сожалению, там, когда первый год мы садили, там, 3-4 года назад, было все очень хорошо. Но каждый год все становится хуже и хуже, и хуже. То есть выкапывают цветы, выкапывают землю, ломают, вот прям целенаправленно это делают. И у меня большая просьба к жителям города Кызыла, не делайте этого, пожалуйста. Мы стараемся, мы все делаем для жителей, для города, чтобы процветал город, чтобы было красиво и хорошо. Вот пожелание всех жителей города Кызыла, поздравляю с праздником, с Днем города, и пусть наш Кызыл процветает. Активист двора и старшая по подъезду дома номер 26 по улице Калинина Валентина Стерехова также удостоилась благодарственного письма. Женщина отмечает, что жители должны содержать в уюте территорию своего дома. Ну, как ощущение очень радостное, поднятое, что оценивает наш труд. Мы каждый год после своего дома разводим и цветы садим. В этом году мы, кроме того, что вся лицевая сторона дома у нас благоустроена, мы еще и обратную сторону дома тоже засадили, благоустроили, посадили деревья, посадили кусты. Также дальше продолжим озеленять. Вот нам вчера привезли машину земли. Вот мы теперь все радостные, начнем садить дальше, чтобы было красиво. И будем участвовать, продолжать участвовать. Ветеран Тувинского государственного симфонического оркестра Владимир Шанин удостоен медали за вклад в развитие Кызыла. По состоянию здоровья он не смог присутствовать на церемонии награждения, поэтому медаль передали супруге. Почетной грамотой главы города и благодарственными письмами от Курала представителей удостоились около 40 граждан. Среди награжденных электросварщик дорожно-технического сервиса Кызыла Павел Дементьев. Кызыла поздравляю с днем рождения, с днем города. Желаю его хорошо и замечательно отметить, без аварийности на дороге. Отдельными благодарственными письмами удостоились медицинские учреждения Тувы и частные лица за пример подрастающему поколению и активную гражданскую позицию в благоустройстве дорожки здоровья. Напомним, 14-километровая велодорожка открылась на построенной в этом году дамбе реки Енисей. Диана Баимбул, Сарис Ховалы, телекомпания «Новек». На другие темы. В Кызыле задержан водитель, пытавшийся скрыться с места ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Межмикрорайона и Кичиола произошел наезд на женщину с ребенком 7 лет. Очевидцем ДТП стал сотрудник Республиканского управления службы судебных приставов, который в это время следовал к месту своей службы. Увидев, как водитель, совершивший наезд, скрывается с места происшествия, мужчина предпринял меры к его задержанию. Догнать автомобиль беглеца удалось в районе перинатального центра Тувы. Наш сотрудник в силу своего должностного регламента незамедлительно осуществил преследование скрывавшегося водителя, заблокировал его своей автомашиной и задержал. Он был доставлен управлением ВД по городу Кызылу. Прибывшей на место происшествия следственной оперативной группы установлено, что наезд на пешеходов совершил 25-летний житель Чедана. По предварительным данным, ДТП произошло из-за ряда нарушений правил дорожного движения водителем. Более того, проверка показала, мужчина управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Региональное МВД просит откликнуться граждан пострадавших от действий злоумышленницы. Сотрудники полиции раскрыли серию краж, совершенных девушкой 1994 года рождения. По предварительным данным, с прошлого года по август текущего она похитила у пяти пожилых людей денежные средства на общую сумму около 70 тысяч рублей. Каждый раз злоумышленница тщательно готовилась к совершению преступлений. А именно под видом медицинского работника, либо сотрудника коммунальной службы, она проникала в квартиры пенсионеров и похищала у них деньги. Раскрытие серии краж посодействовала потерпевшая, ставшая очередной жертвой мошенницы, 86-летняя Козылчанка, которая в деталях описала внешность девушки. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность подозреваемой к совершению краж. По данным фактам, следственным управлением у МВД России по городу Козылы возбуждены уголовные дела. Ранее в отношении данной гражданки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящий момент решается вопрос об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу. В полиции продолжается работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности гражданки. Также устанавливается причастность других лиц к совершению данных преступлений. Региональный МВД просит граждан пострадавших от действий злоумышленницы обратиться в дежурную часть управления МВД России по городу Козылу. А сейчас прервемся на короткую рекламу, а сразу после нее продолжим. Не переключайтесь. Нужны деньги? Приходите к нам! Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр Лакомка, второй этаж. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Забери меня домой. В Национальном парке Тувы прошла акция с таким названием. Организатором выступило Общество защиты животных «Хатика». Главная цель акции – сделать так, чтобы бездомные животные обрели любящих хозяев. 24 щенка и 10 кошек не оставили равнодушными прохожих. И в конце дня многие животные нашли свой дом. Маленькие и большие, разные породы, окрасы с разным характером объединяет этих животных одно – желание обрести дом и любящих хозяев. Общество защиты животных «Хатика» уже много лет помогает братьям нашим меньшим, которые в какой-то момент оказались не нужны, а зачастую и вовсе спасают животным жизнь. Чтобы помочь найти им новый дом, зоозащитники совместно с волонтерами из организации «Добрые сердца Тувы» провели акцию в Национальном парке. В заявленное время там собрались десятки неравнодушных людей. Вы знаете, это первая выставка, и, честно говоря, было волнительно, потому что был дождь, мы не знали, придут ли люди, не придут. Но неожиданно и очень здорово, мы привезли 24 щенка и 18 щенков. Первый же наш опыт обрели своих новых друзей, свой новый дом. Я думаю, это очень здорово, я рада за наших питомцев и надеюсь, что новые хозяева дадут им лучшие условия, любовь. Все эти животные по той или иной причине остались на улице, и чтобы подобных случаев было как можно меньше, зоозащитники подготовили анкеты. В них были прописаны адреса и контактные телефоны зоозащитников. Кроме того, во время оформления так называемых документов животных, новым хозяевам рассказали об уходе за четвероногими друзьями. В 7-8 месяцев собачку нужно будет стерилизовать обязательно, чтобы вы не мучились с щенками, которые не окажутся на улице вдруг в случае чего-то. Поэтому лучше всего, даже если вдруг получится, что собачка у вас огуляется, то есть случайно на улицу выйдет, мало ли что, может случиться, или убежит, можно будет стерилизовать ребенку. Главное, чтобы не обязательно, можно, да, не пугайтесь, это можно будет сделать. Акция быстрыми темпами превратилась в день исполнения желаний. Дети с согласия родителей находили среди собак и кошек своих верных друзей и обещали никогда не бросать их. А взрослые надеялись, что благодаря животным их дети научатся заботе и ответственности. Я давно уже хотела щенка, даже с детства. Потом у меня появилась кошка, теперь щенок. Кошка тоже черненькая. Я давно хотела щенка, но родители не разрешали. Ну, сегодня что-то добрый день, хороший день, что родители разрешили. В дополнение на территории парка была палатка помощи, где с радостью принимали от горожан сухие корма, препараты, переносные устройства, мисочки, клетки, а также все то, что, по мнению козылчан, может пригодиться бездомным животным. К слову, данная акция не заканчивается. Нам нужно абсолютно все. Нам нужны витамины, нужны корма, нужны одеяла, нужны будки, в конце концов. Поэтому любая помощь от жителей города, в общем, мы будем ей очень рады. В случае, если вы не попали на выставку акцию, но хотите завести себе четвероногого друга, обратитесь в общество защиты животных хатика. Анастасия Маслова, Чинчи Субугай, Расхвалык, телекомпания «Новый век». Награды за труд участников конкурса «Цветущий козыл» отметили в городской мэрии. Конкурсные объекты отбирались по количеству баллов. Кроме того, в этом году добавились такие номинации, как «Лучшая улица», «Лучшее общежитие», «Лучшее оформление фасада», «Лучшее освещение СМИ». А также добавили под конкурс «Борьба с бурьяном». В разы увеличился и призовой фонд. В этом году на участие в конкурсе подали 57 заявок. Кто же стал самым-самым, расскажем в следующем сюжете. Награждение победителей «Цветущего козыла» разделили на две части. Сначала в кабинете главы города Дины Аюн вручили поощрительные призы третьи и вторые места. Третье место было за многоквартирным домом номер 2 по улице Упсунурская. Конкурсная комиссия единогласно решила присудить второе место в номинации «Самый благоустроенный двор» многоквартирному доме номер 26 по улице Калинина. Поощрительные призы вручили всем, у кого не хватило до заветных мест и немного баллов. Но каждый достоин внимания, говорят организаторы. Как и Зинаида Онищенко. Она подавала заявку на лучший цветник-лумбу. Вообще красоту создавать не очень сложно. Это очень много работы, это очень много сил. Утром надо полить, потом это надо все прополоть. Если каждый из нас посадит хотя бы хоть один цветочек где-нибудь на территории нашего города Кызыла, и мы уже будем благоухать в цветах. В номинации «Самая благоустроенная территория муниципального государственного учреждения» второе место у управления Пенсионного фонда России по городу Кызылу. Третье место поделили между собой перинатальный центр Тувы и Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел. В номинации «Самое благоустроенное дошкольное учреждение» второе место занял садик номер 9, а третье – 29-й детский сад. В номинации «Самая благоустроенная территория школы» второе место заняла школа номер 12, третье место – за лицеем номер 15. Оранжевые цветы вместе со злаками, что сейчас очень современно. С этой стороны будет вертикальная стенка из декоративной фасоли. Из-за дождя чествование победителей в конкурсе «Цветущий кызл» прошел в здании мэрии Кызыла. В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» первое место присуждено Красноармейской 144. Эта дворовая территория набрала наибольшие баллы. В номинации «Лучшие по дворе» победу одержала Светлана Федорова, проживающая по улице Карбышева, 64. Подъездом образцового содержания признан шестой подъезд дома по улице Упсенурская, 2. Среди образовательных учреждений стали лучшими детский сад номер 30 и гимназия номер 5. Потому что мы хотим, чтобы наш город был чистый, красивый и без бурьяна. Потому что бурьян очень портит красоту нашего города. В этом году мы очистили территорию по улице Московской от кафе Лето до Калинина. Среди высших учебных заведений Тувинский госуниверситет, а именно корпус, расположенный по улице Колхозная, 125, признан самым облагороженным. За лучшее освещение конкурса в средствах массовой информации награждена корреспондент телекомпании «Новый век» Диана Баян-Багус. Что касается подконкурса «Лучший коллектив по борьбе с бурьяном», в этом году нет победителей. Всем, кто участвовал в этом конкурсе, решено было присудить поощрительные призы. Это коллективы гимназий номер 5, школ номер 4 и 12 и молодежного движения «Моя столица». В центре Кызыла после реконструкции открылся молодежный парк с велодорожкой. Напомним, он участвовал в программе «Комфортная городская среда». После итогов голосования набрал наибольшее количество баллов и занял лидирующие позиции. На реконструкцию парка и строительство велодорожки потратили 20 миллионов рублей. Подробнее расскажет Диана Баян-Багус. Молодежь тоже не отстает от тех молодых людей, которые заложили начало нашего парка. И сегодня молодежь инициативно, вот видите они, вон они стоят в студенческих тужурках, тоже намерены и дальше развивать наш парк. Молодежный сквер стал одним из первых общественных пространств, которые реконструировали в этом году и ввели в эксплуатацию. Статус сквер поменяли на парк. На открытие пришли бойцы студенческих отрядов, подрядчики, волонтеры, которые участвовали в очистке сквера от мусора, медицинские работники, трудом которых создавались ограждения на велодорожке, почетные граждане города, которые участвовали в закладке сквера к 50-летию Ленинского консомола в 1968 году и жители близлежащих домов. Ленту разрезали юные ушиисты и лидер Союза молодежи Тувы Эртне Конгар. После символического перерезания красной ленты люди двинулись вглубь парка. Каждый принялся рассматривать скульптурные сооружения. Всего 9 скульптур подарили парку местные скульпторы. Каждому из них вручили грамоту за активное участие и значительный вклад в благоустройство молодежного парка. Ну это идея, это группа художников мы делали. Ну идея козерога это такой тема, он очень интересный, это очень интересные животные, да, очень смелые, он вносит животные. Здесь мы делали группу художников. Это молодые художники, как Агайо Лая, Сая, Начин, Агайо Матр и том числе и я. На открытие молодежного парка прибыли большая группа велосипедистов во главе с первыми лицами Туфы. Отмечу, что в этом году велодорожка стала еще длиннее. Новые треки в тенистых аллеях уже облюбовали велосипедисты, армия которой ширится с каждым годом. Вдоль велодорожки установили 162 светильника. Удобные и красивые скамейки сделаны строительным техникумом. Возле сцены столпились много людей, чтобы посмотреть состязания по трейт-танцам. Нам очень понравилось открытие молодежного парка. Различные авторские произведения, беседки, танцы. Очень зажигательно и ко дню города это нам большой подарок. Спасибо большое. При поддержке гранта президента России в парке установили тренажерные зоны. Сейчас тут проходит сдача нормативов ГТО. В подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева установлена детская площадка, которая очень понравилась детворе. Теперь в молодежном парке народу много и в будни. С раннего утра и до позднего вечера по аллеям гуляют горожане с детьми. Спортсмены занимаются на тренажерах и турниках. Сегодня пришел с мамой. Играл на игровой площадке. Мне понравилась игровая площадка и спортзал. Понравились турники. Я на них лазила. На этом изменения не заканчиваются. Молодежный парк будет благоустраиваться в течение трех лет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Напомним, что в Кызеле также по этой программе реконструируется 8 дворов, охватывающих 20 многоквартирных домов. Первый двор по улице Красных партизан 41 был сдан накануне Дня города, 8 сентября. По остальным работы продолжаются. Диана Баймбуз, Баяна Юн, телекомпания «Ной Век». В завершении выпуска о погоде передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте. Это прогноз погоды. И я, Муза Черепанова. Днем 12 сентября в Кызеле переменная облачность. Местами небольшой и умеренный дождь. Гроза плюс 23, плюс 27 градусов. Вечером и ночью столбик термометра задержится на отметке плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду. Давление 702 миллиметра артутного столба. Ямагнитное поле неспокойно. Относительная влажность воздуха 49%. Местами по республике Тыва ожидается усиление шпалистого ветра до 15-20 метров в секунду. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok